Всем привет, друзья! Совсем недавно компания Meizu показала свои новые флагманы, они уже у меня, и в этом видео я бы хотел подробнее вам о них рассказать. Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus. Комплектация у телефонов абсолютно одинаковая, в комплекте идет скрепка, быстрая зарядка, USB Type-C кабель и пластиковый чехол. Экраны. На обычную прошку они поставили экран 5,2 дюйма, такой же как стоит в M5, в M5s, и на мой взгляд эта диагональ сейчас является оптимальной, то есть реально этим телефоном удобно пользоваться одной рукой, это прям уже на грани, чуть больше уже неудобно. Здесь поставили экран в Pro 7 Plus 5,7 дюймов, то есть это уже реально не совсем удобно. Конечно, может быть и у таких лопат есть поклонники, но как вы видите, здесь уже не дотягиваешься, приходится немного перебирать руку, чтобы дотянуться до шторки, сам он такой прям тяжеленький, широкий, но при этом вот эти экранчики задние, они остаются одинакового размера, что в Pro 7 Plus, и в руке удобнее лежит обычная прошка. Если бы я выбирал диагональ, я бы однозначно выбрал 5,2 дюйма, но этот телефон имеет свои преимущества. У меня конкретно прошка на Helio P25, многие ругают этот процессор, но, ребят, это не Helio P10, да? Helio P10, да, это, конечно, позор и стыд и срам. Helio P25 уже лучше, но тоже не предел мечтаний, этот телефон уже работает на Helio X30. Причем я знаю, что будет еще обычная прошка тоже на процессоре Helio X30, то есть они там как-то хитро сделали несколько версий, вы можете купить Pro 7 на Helio P25, либо вы можете купить уже на Helio X30, но для этого вам немного придется доплатить. И, кстати, Pro 7 Plus это первый телефон, который у меня попался на Helio X30, до этого я вообще их не тестировал, и, по-моему, это даже вообще первый телефон в мире на этом процессоре, и я его протестировал, смотрите, сколько он набирает в Antutu, практически 120 тысяч баллов. В то время как в P25 он в два раза слабее, 65 тысяч. Особая разница заметна в 3D части, если здесь телефон набирает 11500, то Helio X30 новый уже набирает 40 тысяч, а это уже неплохо. Экраны на обоих устройствах AMOLED, но на Pro 7 разрешение Full HD, а здесь разрешение чуть-чуть повыше, 2560 на 1440. И из-за этого здесь плотность пикселей на 1 дюйм выше, и должна быть выше четкость картинки. Но на практике, ребят, это абсолютно не чувствуется, Full HD разрешения сейчас хватает, ну, прям за глаза. И, на мой взгляд, такое высокое разрешение на Pro 7 Plus, оно просто не нужно. Самое главное, почему процессор Helio X30 получился действительно хорошим, интересным, особенно для игроманов, потому что они отказались от видеоускорителей Mali. Они поняли, что Mali ни к чему хорошему не приведет, что многие жалуются, что телефоны на МТК совсем не игровые, и они стали закупать у PowerVR. А PowerVR это та контора, которая поставляет для айфонов видеоускорители. То есть под PowerVR вообще все игры хорошо оптимизированы, они очень мощные, но я вам сейчас это покажу. А здесь в P25 еще стоит Mali, то есть это не самое лучшее решение для игр. И игры он будет тянуть гораздо хуже, чем телефон на Helio X30. Ну и вот пример в игрушках. Давайте начнем с Pro 7 Plus. Захожу в настройки, у меня здесь все выставлено на максимум, все настройки на максимум. И захожу в бой, посмотрим, сколько FPS сейчас нам выдаст этот телефон. Так, бой начинается, и что у нас тут со счетчиком? 60 FPS. Это прям желанная такая цифра для всех игроманов. То есть он реально на уровне топов от Qualcomm. Очень годный процессор получился, мне реально он нравится. Он по 10 нанометрам уже сделан, то есть он практически не греется, мало потребляет энергии. У него 10 ядер, да, конечно, всего 2 мощных ядра, 8 слабеньких. И теперь давайте посмотрим, что нам покажет телефон на Helio P25 Meizu Pro 7. Бой начался, и как вы видите, 40 кадров, иногда даже падает до 35-38. То есть здесь уже конкретно другая картина. Играть не так комфортно. Вот сейчас вообще прям просадки жесткие. Смотрите, 18 кадров. То есть это, ну понимаете, совсем разные устройства. То есть это можно назвать игровым устройством Helio X30. А Helio P25 вообще никак не игровой. Это чисто посидеть в интернете, в социальных сетях, потому что он не справляется с современными игрушками. Не говоря уже о тех играх, которые выйдут через год, через два, он их тянуть, скорее всего, не будет. Либо будет с большими лагами. А этот телефон реально топчик. У него еще будет запас по производительности. И если вы хотите даже брать, допустим, обычную прошку, то доплатите и возьмите версию на процессоре Helio X30. Он реально лучше. Следующий это двойной экран. Это самая, наверное, главная фишка этого телефона. До этого никто подобного не делал. Была, конечно, Yotafone, наш всем известный телефон, наша разработка. Но сейчас он умер, сдулся. И там немного все-таки другой экран был. Там экран был под другой технологией, черно-белый. Он был полностью на всю площадь задней крышки. Здесь экранчики маленькие. Они почему-то смещены в левую сторону. И наверху у них такие две камеры расположены. Кстати, это тоже телефон Meizu, первый с двумя камерами. Тоже я вам расскажу немного попозже. И логотип им пришлось перенести. Раньше логотип был здесь, а теперь они его вот так перенесли и он снизу. Ну и давайте расскажу вам, зачем вообще этот экранчик нужен. Когда вы переворачиваете телефон, он у вас автоматически загорается. Показывает время, может показывать еще погоду. Также можно настроить, чтобы он по двойному тапу включался, выключался. И здесь вы можете пролистывать, допустим, посмотреть, сколько вы шагов прошли сегодня. Можете посмотреть погоду. Дальше он еще показывает уведомления, когда вам приходит смс-ка, либо звонок. На этом экранчике тоже оповещение приходит. Также можно запустить камеру. Вот это, на мой взгляд, самая топовая фишка. Зачем это надо? Вы видите, что вы фотографируете на основную камеру. И вы можете сделать селфи с помощью портретного режима. То есть, чтобы размыло задний фон. Если раньше надо было обязательно два человека иметь, чтобы сделать такую фотку. Один человек фотографирует, другой, получается, позирует. А теперь вы можете самого себя сфотать. И это реально удобно. Но, может быть, это в будущем тоже как-то станет нормой. Потому что зачем задней крышке просто пропадать? Почему она должна быть пустая? Надо тоже это пространство как-то полезно использовать. И вот Meizu молодцы. Они рискнули, они не побоялись. Они представили такое новое устройство. Не стали они поступать как легко. Допустим, как OnePlus 5. Мне вот это вообще подход такой не нравится. OnePlus 5 просто тупо скопировал дизайн с iPhone 7 Plus. И все. И говорят еще, что они, главное, такой дизайн уникальный придумали. И что он такой красивый, классный. А вот Meizu респект. Они как бы особо не копируют. И стараются что-то свое привнести. И еще эти экраны тоже сделаны по AMOLED технологии. Так что не особо они должны кушать батарею. Что касаемо зарядки. На презентации Meizu уделили этому внимание. Сказали, что новая какая-то технология у них появилась. И теперь телефон за 30 минут заряжается на 67%. И еще, естественно, так как это флагманы, то здесь в обоих телефонах есть NFC. Вы можете сюда поставить Android Pay и расплачиваться телефоном в супермаркетах. По поводу камер интересный момент. Сейчас настали такие времена, что фронтальная камера имеет уже выше разрешения, чем задняя камера. Задняя камера здесь на 12 мегапикселей в обоих устройствах. Кстати, камеры здесь одинаковые, не отличаются. Если вы берете телефон только для камеры, можете взять самую дешевую версию. Потому что и здесь, и здесь стоят два модуля IMX 386. Им, видать, очень понравилась эта камера. Потому что они ее ставили сначала в IMX 6. Потом в Pro 6. Потом в Pro 6s. Потом в Pro 6+. И здесь поставили аж две такие камеры, IMX 386. И фронтальная камера здесь аж на 16 мегапикселей. Тоже на презентации ее хвалили. Сравнивали с предыдущим флагманом Pro 6. И действительно Pro 7 Plus фотоет лучше. По поводу камеры особо приложение не изменилось. Добавилась лишь вот такая функция, когда вы нажимаете на вот этот значок. И у вас активируется второй экран. Вы можете видеть на втором экране, что вы фотографируете. Также еще добавился, естественно, портретный режим, так как камеры две. Просто нажимаете на вот этот значок. И можете фотографировать человека, или какую-нибудь собаку, кошку, какой-нибудь объект. И у вас будут получаться фотки с эффектом боке. Когда у вас передний план получается в фокусе, а задний план размыт. И по поводу качества. Я походил с этими телефонами два дня. Очень много нафотал. Поснимал видео, поснимал замедленные видео. Что могу сказать? Во-первых, смотрите, какой момент. Pro 7 Plus умеет снимать видео в 4К. Вот, как вы видите, 4К возможно на Pro 7 Plus. А на Pro 7 только Full HD. А фронтальные камеры обе снимают в Full HD. То есть видео лучше пишет Pro 7 Plus. А по качеству фото я абсолютно никакой разницы не заметил. Я, кстати, сейчас вставлю примеры фотографий, примеры видео и примеры замедленного видео. И посмотрите, что у меня получилось. Вот, как вы видите, что у меня получилось. Здесь поставили батарею на 3000 мА. Pro 7 Plus поставили батарею на 3500. Я думаю, что при активном использовании этих телефонов будет хватать примерно на один день. И оба телефона уже сразу из коробки получают Flyme 6. Естественно, сейчас уже все новые телефоны Meizu будут получать Flyme 6. Про Flyme 5 можно уже забыть. Да даже старые телефоны сейчас постепенно уже обновляются до Flyme 6. И работают оба телефона на Android 7.0. Еще мне показалось, что немного сканер стал побыстрее работать, чем на предыдущих моделях. Вот смотрите, как он разблокируется. Нужно нажать кнопку, и потом уже телефон начинает разблокироваться. Причем очень классно срабатывает. У меня не было еще моментов, когда бы он не сработал. То есть сканер быстрый, достаточно стабильный. И мне понравился. В итоге могу сказать, что все-таки Meizu сделали хотя бы какой-то шаг вперед. Потому что вот последнее время, что мы видели, очень много было хейта. Очень много людей были негативно настроены. Что они представляют одни и те же смартфоны. Что никаких инноваций. И сейчас раз, и смотрите, вам дают телефоны с двойными экранами. Это же круто. Причем такой красивый телефон смотрится реально необычно. Я уверен, что все ваши друзья, они будут спрашивать, что это за экран, что это за телефон. И когда вы будете фотографироваться, вот так делать селфи со своими друзьями, это реально произведет впечатление. Да, ну мне тоже это понравилось, если честно. Я уже сколько телефонов перевидал, но такого я еще не видел. Это интересно реально. Может быть в будущем это реально как-то найдет. Может быть даже какие-то потом сторонние разработчики добавят сюда какие-то свои дополнительные функции. В общем, телефоны крутые. Это я вам говорю честно. Не из-за того, что меня пригласили на презентацию. Вы, наверное, думаете, что я продался и буду сейчас нахваливать телефоны. Но, ребят, это не так. На самом деле нам даже не говорили, чтобы мы их нахваливали. Нам просто дали телефоны, сказали снять про них видео и все. Никаких указаний, что мы должны хвалить. Никакого негатива такого не было. Вот честно вам говорю. Если вам эти телефоны понравились, то вам придется подождать. Потому что сейчас они пока еще не продаются. Продажи начинаются в августе. А в России продажи начнутся еще позже. То есть у вас пока есть время подкопить на новый телефон. Может быть подумать, куда вы будете девать старый телефон. Ну а на этом все. С вами был Дима. Всем удачи и всем пока.